Темой общегородского собрания работников образования и родителей стали вопросы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. Встречи перед ответственными, но преодолимыми испытаниями старшеклассников города проходят ежегодно. Рассказать о нововведениях и требованиях к проведению экзаменов приехал специалист-эксперт отдела Министерства образования региона. Новшества в этом году достаточно интересные. Во-первых, это введение китайского языка. База данных на участие в едином госэкзамене и в основном государственном экзамене уже закрыта. И мы можем сказать, что у нас в республике есть один участник, который выбрал китайский язык. В том году был один участник, который выбрал испанский язык. В этом году стало два испанца, один выбрал китайский язык. Все девяти и одиннадцатиклассники Нефтекамского уже сделали свой выбор предметов, которые им предстоит сдать. Родителям рассказали о том, что в этом году старшеклассники имеют право выбора математики только одного уровня – базового или профильного. В случае, если сдать экзамен не выйдет, выпускник имеет право пересдачить, только вот выбрать он должен уровень, уже отличающийся от прежнего. Родители выпускников уверены, что дети смогут пройти испытания и избежать волнения. А самое действенное средство уменьшить переживания перед экзаменом – это хорошо подготовиться к нему. Я пришла из-за того, чтобы узнать, как проходит ЕГЭ, как подготовить ребенка к этому. Потому что это такое событие, что волнуются все – и родители, и дети, и учителя. Узнать, как это все проходит, и подготовиться, и морально, чтобы дети не волновались. Но, в принципе, мы так и готовим уже целый год. И школа, и мы совместно с нашими учителями. Это не такое событие, чтобы за него переживать так сильно. К нему просто надо готовиться серьезно, учиться, учить те предметы, которые будут сдавать. Особенно ответственным испытанием станет для тех старшеклассников, кто идет на золотую медаль. Согласно нововведениям для получения награды, теперь требуется аттестат с отличием и не менее 70 баллов по основным предметам. В своем выступлении специалист-эксперт отдела Министерства образования региона отметила, что результаты экзаменов прошлых лет доказали, что Нефтекамск обладает сильным педагогическим коллективом. Главное, чтобы участники соблюдали порядок проведения итоговой аттестации. Ведь даже чистый белый лист бумаги может стать причиной для удаления из аудитории. В этом году у нас будет задействовано 7 пунктов сдачи ЕГЭ. Все они соответствуют требованиям, предъявляемым при сдаче ЕГЭ, то есть оборудованы металлодетекторами, металлорамками, а также глушилками и видеокамерами. Нововведением в этом году является то, что учащиеся 9 классов будут сдавать наподобие 11-классников, то есть в таких же помещениях тоже оборудованных видеонаблюдением. Пройти основной государственный и выпускной экзамены в этом году предстоит без малого 1500 9-классникам и почти 650 выпускникам. Итоговая аттестация школьников начнется 27 мая. Первые экзамены старшеклассники напишут по географии и литературе. Что касается досрочного этапа, он запланирован уже на 20 марта. Анастасия Кай, Роберт Сабиров, информационная программа «Ежедневник».